Знаменитая разведчица появилась на свет в селе Ржавенцеев в семье управляющего имением польского помещика Юйла Хаскелевича Розенце-Вейга. Девичья фамилия полковника госбезопасности переводится с немецкого и идиша, языка восточных евреев, как «ветка розы». Радостное событие произошло в 1900 году, но о его точной дате идут споры. Сейчас малая родина звезды разведки называется Ржавенцеев и входит в состав Черновицкой области Украины. Впрочем, имя разведчицы по мере развития ее биография менялась чаще и более радикально, чем название ее родного села. Родители назвали дочь Истер, в честь центральной героини одноименной книги Ветхого Завета, спасшей евреев Персии от истребления, имя уроженки Ржавенцеев переводится как «Звезда». Елизавета Юльевна Игорской дочь Иоэла Розенце-Вейга стала в результате русификации, а Зарубиной, после второго замужества, подверглась русификации и имя младшего брата Эстер, Мортхи, лингвиста, прославившегося как Виктор Юльевич Розенце-Вейг. Самой разведчице довелось жить под фамилиями Гудшникер, Кочек и Зубилина, кодовыми именами Эрна Иварда, а партийный псевдоним женщины Анна Дёч. К моменту поступления Эстер в гимназию семья Розенце-Вейг уже жила в уездном городе Хотиня, слывшем в начале XX века центром еврейской словесности Бессарабии. После присоединения исторической области к Румынии Розенце-Вейге переехали в Черновидце. Эстер окончила румынскую гимназию и поступила на историко-филологический факультет Черновидского университета. В 19 лет девушка вступила в румынский комсомол, находившийся на нелегальном положении, а в 23, будучи студенткой Венского университета, в австрийскую Компартию. В 25 лет Эстер Елизавета, работавшая переводчицей полпредства СССР в столице Австрии, получила советское гражданство. Личная жизнь урожденной Эстер Розенцвейг была тесно связана с профессиональной деятельностью. В 23 года уроженка Бессарабской губернии вышла замуж за Юлию Сугутшенкера, венского агента ИНО, иностранного отдела Объединенного государственного политического управления, АКПУ, при Совете народных комиссаров, но через два года брак распался. В 1928 году Елизавета стала женой разведчика Василия Зарубина. Впоследствии Василий Михайлович дослужился до звания генерал-майора госбезопасности. Супруги подарили жизни сыну Петру, который прожил 85 лет, стал ученым в области лазерной физики и лауреатом Государственной премии СССР. Петр Васильевич участвовал в пятой советской антарктической экспедиции, был альпинистом, а в начале 60-х годов XX века возглавлял Всесоюзную маршрутно-квалификационную комиссию при Совете по туризму в ЦСПС. Советский разведчик, организатор убийства Льва Троцкого Павел Судоплатов считал, что Эстер Елизавета была первой тайной женой Якова Блюмкина, которого осенью 1929 года сдала ГПУ, помимо русского и идиша, дама владела румынским, немецким, французским, испанским, итальянским и английским языками. На работу в иностранный отдел АКПУ Уроженко Бессарабия поступила в начале 1925 года. После свадьбы Елизавета и Василий под видом пары чешских коммерсантов-качаков сперва жили в Дании и Франции, а затем с 1933 по 1936 год, в нацистской Германии. У Розенцвейк Зарубиной, как свидетельствуют фото, была характерная семитская внешность, поэтому опасность для дамы представляла не только вербовка агентов, но и само проживание в государстве, которое возглавлял Адольф Гитлер. Среди тех, кого завербовала разведчица, сотрудник гестапо, начальник отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Германии Вилли Лиман. Не меньший успех имела миссия Елизаветы Юльевны в США, где супруги Зарубины жили с конца 1941 года. Обаятельной даме удалось завербовать жену физика Георгия Гамова и наладить контакт с Робертом Оппенгеймером еще до того, как ученый возглавил программу по созданию в США атомного оружия. За участие в сборе информации о Манхэттенском проекте осенью 1944 года Зарубину наградили Орденом Красной Звезды. С 1944 по 1953 год Елизавета Юльевна работала в Москве под руководством суда Платова. После смерти Иосифа Сталина Павла Анатольевича арестовали, а Зарубину уволили из органов разведки и госбезопасности. Елизавета Юльевна скончалась 14 мая 1987 года в Москве. Причиной смерти стало ДТП, ровесница XX века попала под автобус. Агента Варда похоронили на Калитниковском кладбище Москвы, где уже почти 15 лет покоился Василий Михайлович. В 2022 году в России вышел сериал «Начальник разведки», в котором образ Зарубиной создала актриса Екатерина Волкова.